Звёздный завтрак на Радио Шансон. Да, Юля дважды была лауреатом премии «Шансон года» в 2018-2019 году. А на «Их разгуляю» впервые примете участие или нет? Нет, тоже не впервые. Крайне этому рада. Большое спасибо за приглашение организаторов. Благодарю. Я надеюсь, что нас ждёт фееричное, я уверена, что нас ждёт фееричное шоу, тем более в таком прекрасном зале, как «Лайф Арена». В супермодном современном. Это моя одна из мечт – постоять на сцене именно там. Ну, основная причина вашего сегодняшнего появления… Испеть. Извините, не просто постоять. Ещё и спеть. Да ладно, кто-нибудь споёт, если что. Ваша основная причина появления сегодня в нашем шоу – то, что появился новый клип на новую песню. Расскажите о нём нам поподробнее, что за песня, чьё авторство этой песни, кому принадлежит. Песня «Любовь и прямо сердцеед» написана на стихе Михаила Гуцареева, моего скромного музыкального авторства. То есть я музыку к ней написала. Так вышло, что спустя много лет, ну не много, а несколько лет, то есть когда-то я об этом рассказала, и продюсерскому центру показала песню, но вот она не сразу, так скажем, родилась до конца. И вот спустя несколько лет была премьера у нас недавно, и, наконец, появилась красивая видеорядка этой песни, очень, на мой взгляд, состоявшаяся, очень модной, современной, какой-то такой для меня новую, совершенно по-новому я там себя сама ощущала. Клип надо обязательно посмотреть, обязательно к просмотру, потому что это просто красиво. Ну, в течение... Даже не то, чтобы я там, а в это красиво работала. Особенно мне нравится сцена, где губы и смородины, или что это за ягода, просто невероятно красиво. Да, это была ягода-смородина, очень красивая. Настоящая смородина, потому что выглядела просто очень искусственно. Губы мои, смородина настоящая. Все, она настоящая. С огорода. Сама растила. Да, практически. Так, ну и кто же снял клип, мы же его сегодня посмотрим в течение нашей программы. Да, я очень бы хотела рассказать о всей команде, которая была причастна к созданию данного видео. Режиссер замечательный, Александр Игудин. Работать было максимально комфортно. Я даже не помню таких съемок, потому как обычно съемки это все такое что-то изнурительное. Несколько суток, с утра, с самого раннего до позднего вечера. То есть это смена такая практически там часов в 20. Это обычная история, и артисты об этом знают. Это всегда сложно. Физически прежде всего сложно. Здесь же просто для меня это было одно удовольствие. То есть у нас практически каждый план это один дубль. То есть я тоже такого не помню. Обычно любой план, соответственно, средний, крупный. Это заслуга ваша или заслуга режиссера, как вам кажется? Общая, я считаю, но больше режиссера, оператора прекрасная. То есть команда была невероятная какая-то, суперская. Добавлю, что клипу всю стилистику по одежде, все, что касалось стиля и одежды, подготавливала Алина Герман, моя, ну, уже такая вот любимая моя Алина, потому как она является еще и моей землячкой. Мы обе из Санкт-Петербурга, и мы с ней работаем не впервые. И это всегда очень душевно, крайне приятно, тепло. То есть она действительно, несмотря на свой колоссальный график, свою занятость такую, она всегда к каждому, я уверена, и ко мне в частности, ну, очень с душой подходит, с трепетом таким, очень вникает в процесс. Поэтому огромное всем я хочу еще раз сказать спасибо. Дорогие друзья, обязательно увидим этот клип уже совсем скоро. Ну, а если у вас есть вопросы к нашей гости, к Юлии Михайловичу, то не стесняйтесь, задавайте. Плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три и ноль. Работает вайбер, ватсап и смс, а мы совсем скоро вернемся. Звездный завтрак на Радио Шенсор. И в Звездном завтраке, дорогие друзья, сегодня с нами российская певица, телеведущая, композитор Юлия Михайловича. Юлия, ну, вот этот факт телеведущая, он как-то совсем выпадает из нашей повестки дня. Расскажите нам, когда этот опыт у вас был, что это такое, что вели, на каком канале хотя бы? Вела я на ТНТ, в Петербурге есть такой утренний молодежный телеканал, два часа в эфире, до федеральной уже такой программы, так скажем, на всю страну. На Питер шел молодежный телеканал, и вот два часа подводки, причем к этим всем двум часам, круг, рубрикам. Сами писали, редакторская работа. Да, именно так. Нравился этот опыт телеведущей? Да, нравился. Почему не стали двигаться в этом направлении? Ну, как-то он очень шел параллельно с тем, что мне нравилось больше. Это было до фабрики же, да? Да, и учеба была очень интенсивной, поэтому все объять невозможно было. Да, до фабрики. У меня до фабрики и контракт с МСТВ был, то есть я так прямо, Питер у меня был мой город во всех смыслах. Ну, а фабрика, конечно, перевернула жизнь полностью. Как попали на фабрику? Это был какой-то кастинг, кто-то привел за ручку, подсказал, что надо поучаствовать? Настолько все было... Прозаично или нет? Не прозаично, а просто настолько все дело случая вот здесь сыграло, в этом во всем мероприятии. Я приехала на конкурс, который начинался в Петербурге, на финал этого конкурса в Москву. Должна была еще быть на галоконцерте вообще в другом городе тоже в связи с этим конкурсом. Жили мы в гостинице «Звездная», которая находится в трех минутах пяти от Останкина. И на кастинг... Не на кастинг, а вот на конкурс, на сам этот российский конкурс, ну, ж не буду называть название, уже сейчас... Приходит Александр Валерьевич Шульгин, и мне еще одному молодому человеку, он говорит, приходите на кастинг. На фабрику, да? Я говорю, м-м, не пойду. Не мое. Он говорит, дура будешь. Ну, вот таким образом пошел вот Александр Балсанов, у нас сейчас он в другой сфере известен, но тем не менее вот тогда он пошел, стоял, говорит, Юля, ну, приходи уже, ну, в конце концов, уже все тут. Я зашла и осталась. Понравилась? Да, очень. Я очень благодарна. А такую песню на кастинге пели? Помните, а не помните, что это вообще, из какого было жанра? Вообще не помню уже, все стерла моя память, 20 лет прошло, слава богу. Я безумно благодарна этому проекту, потому как, ну, конечно, такой, во-первых, принес известность, последствия популярность, во-вторых, такое количество информации, такое количество полезных, именно в моей сфере, необходимых вещей, навыков. Ну, то есть по-настоящему чему-то учили, да? Однозначно. То есть такую школу в короткие, в сжатые сроки. Месяц сколько там все это было? Три месяца. Три месяца? Ну, я так говорю, с тех, кто дошел до конца. Ну, так с утра до ночи, да, съемки велись? В нон-стопе, да, записи, актерское мастерство, сцена речи, да все-все-все вместе взято. Вообще общение с педагогами, с продюсером, это колоссальное, конечно, знание, опыт на всю жизнь. Оно принесло. Ну что, вот есть у нас информация, что будет какой-то концерт посвященный? Летом был. А, летом был концерт, да? 20 лет спустя это было невероятно такой просто флэшбэк, потому что мне 33 года, я прям понимаю, что я же после школы бежала, ждала пятницу, все эти отчетные концерты еще. Это сейчас есть интернет, все можно пересмотреть. Конечно. Молодец. А вы с кем-то дружите сейчас после фабрики? Мы очень близких, в дружеских отношениях с ребятами находимся, особенно с Никитой Малининым и особенно с Сашей Киреевым, это наша такая троица. Мы всегда соображаем на троих отдельно, еще ото всех помимо. Ну, то есть как-то вот сложилось так годами, что у нас очень близкие, хорошие, действительно по-настоящему душевные, такие дружеские взаимоотношения. Ну что, друзья, мы сегодня в самом начале анонсировали, что будем смотреть видеоклип на песню «Любовь упрямое сердце». Мне кажется, этот момент настал. Давайте все вместе сейчас, дружно, если у кого-то есть возможность, подключайте нашу видеотрансляцию на сайте радиошансон.ру. Не только послушаем, но и насладимся шикарным видео на песню «Любовь упрямая сердцеед». Уверен, понравится абсолютно всем. Да, Юль? Я об этом не сомневаюсь. Великолепная песня, великолепное видео. Итак, смотрим. «Звездный завтрак» на радиошансон. Ну, невероятно красивый. Что ж ты, голос у тебя даже убежал. Просто я потерял дар речи. От волнения, да? Конечно, дар речи потерял. Сколько всего образов было в этом клипе? Четыре образа. Четыре. Какой твой любимый? В красном? Наверное, наверное, нет. Наверное, любимый, черный, где кокон. То есть это самое начало клипа, получается, да? Да, да, он был таким прям, вау, супер. Я хочу его еще использовать на премии, дай бог. А вот этот наряд после клипа, он отправляется в какой-то специальный ящик для хранения, или его можно будет... Гардероб называется, это уже еще артем, а не ящик для хранения. Или это потом можно забрать в личное пользование? Ну, вот в этот раз, да, все, Лина мне благополучно передала, и я даже, я хотела бы использовать, но вот я конкретно... То есть, в принципе, на концертах можно спокойнее использовать, это же такой... Ну, это немного неконцертный костюм, это все-таки больше вот в... А где в нем тогда можно показаться? Выйти можно... Ну, допустим, я по поводу черного образа, можно показаться на каком-нибудь... на какой-нибудь премии, например. Ну да, там и перчатки, и вуаль, все очень красиво, женственно. Но ходить, наверное, сложно в таком... Там же оно длинное платье. Оно не... Нет, там... Нет, там дело в том, что там каблук 15 сантиметров, по-моему, даже больше. Вот в чем сложность заключается. А по сюжету давайте расскажем тем, кто не успел посмотреть клип, чтобы у них вообще появилось такое желание, если оно еще не появилось. Там же, получается, фотомодель и фотограф, и какая-то вот история, что она его муза. Именно так. Вы все правильно поняли, значит, мы все правильно донесли. Ну, моя любимая, конечно, сцена, это губы и смородина. Прям просто это какое-то невероятное, вот именно модная фэшн-фотография какая-то. Ты у себя повторишь в социальных сетях? Я так не могу. Да, это фантазии. И фантазии на тему фотографа по поводу муза, которую он все время встречает в своих мыслях, в своей голове она у него появляется. И вот он рисует эти образы, ему кажется, что он фотографирует реального человека, а потом по факту оказывается, что она только в его голове, это муза. И вся эта красота, это плод его воображения. Вот и все. Большая команда над клипом работала? Огромная. Огромная просто команда. Я даже не знаю, человек. Ну, много. Потому что в клипе ты показываешь, получается, двоих. Да, ты да я дома с тобой. Но это, конечно, нет. За кадром было нас значительно, вернее, не нас, а всех было значительно больше. В кадре только два человека. А локация, где все это происходило? Было несколько студий. Одна была студия на ВДНХ, другая, не назову где точно, но вот это были какие-то помещения, холлы, не знаю, что-то такое. Понятно. Не, ну клип действительно очень красивый, поэтому обязательно заходите в Ютубе, любовь и прямо из сердцеед, забивайте, смотрите, восхищайтесь и пишите комментарии. Ну что, проведем опрос небольшой? Да, опрос, опрос. Юля, что важнее для вас лично, стихи или музыка? Стихи, в смысле, природные какие-то стихи? Стихи или музыка. А, стихи или музыка. И то, и другое важно. Здесь очень сложно. Здесь одно другое дополняет, и одно без другого невозможно. Здесь невозможно практически выбрать. Не могу ответить на это вопрос. В обычной жизни в чем комфортнее себя чувствуете? В платье или в джинсах? Всегда надо выглядеть. Я все-таки считаю, что женщина всегда должна держаться. И быть всегда собранным. То есть даже если комфортнее в джинсах, Юлия Михайлович всегда в платье. Лучше к ним добавить. К красным латексным эсклифам. Его сложно было, вот этот костюм из латекса надевать? Очень, да. Поэтому там и была большая группа людей, они помогали все, понимаете? Да, все они тянули штаны. Дом или квартира? Что вам нравится больше? Дом. Море или горы? Море. Спорт или диета? Ммм, ни то, ни другое. То есть вообще никак? Вообще никак. Что позволяет тогда прекрасно выглядеть? Вены? Надо родителям сказать спасибо. Огромное спасибо. И талантливой бабушке, которая пела тоже и занималась музыкой. За все огромное спасибо родителям, да. Ну, называемся мы «Звездный завтрак», наш шоу, где мы берем интервью. На завтрак обычно с чего начинается? Сегодня был голубец. Вот это да. Ну, вот так как-то, поэтому я говорю, что здесь диета и я, и спорт, и я, это вообще просто, ну, совершенно вообще вот разные, разные, вообще несовместимые вещи. Если выбирать между мясом и рыбой, что выберете, что предпочитаете? Ну, наверное, рыба больше, чем мясо. Делать уроки или делать поделку? Да, что это? Я задергался левый глаз, сейчас задергается второй. Ой, о, уж этот английский. Все через это проходят, да. Я не могу. Ну, что, хуже, что уроки? Ну что же, друзья, спасибо огромное за этот короткий опрос. Мы продолжим нашу беседу уже совсем скоро. Напомню, у нас в гостях Юлия Михальчик. Если есть вопросы нашей гостей, не стесняйтесь, задавайте. Плюс семь девятьсот 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 девять пять пять сто три ноль. Вайбер, ватсап, смс. Все работает. Звездный завтрак на Радио Шансон. Итак, дорогие друзья, российская певица, телеведущая, композитор, автор песен Юлия Михальчик у нас сегодня в гостях. Пока звучала песня и реклама, у нас не утихали страсти по поводу... Давайте уже не будем возвращаться к домашнему заданию. Домашних заданий, уроков и прочего. Ну что же, есть любимые семейные традиции? Вот интересуется у нас Вера, прислала нам вопрос на ватсап. Есть какие-то любимые традиции семейные и праздники семейные? Делать уроки, тебе же сказали. Нет, ну, уроки в четверг заканчиваются, я это уже понял. Очень ценю время, проведенное с семьей. Я очень, ну, просто вот так прям жду новогодних праздников, потому что мечта всегда, не всегда сбывается, но всегда у меня одна, чтобы все собирались за большим столом, и чтобы этот стол был большим. Ёлку всегда ставите? Обязательно, обязательно. Причем я сама украшаю, мне спрашивают, кого ты приглашала? Нет, я все делаю сама. Но не все, вот именно по поводу украшения неприятно. Я начинаю задолго, то есть я прям готовлюсь к этому празднику. И, конечно, я очень радуюсь, когда вот в прошлом году родители были на Новый год здесь, я очень этому рада. Потом пельмени лепим, ну, что из каких-то традиций семьи. Ух ты, это прямо садитесь всей семьей и лепите пельмени? Да, 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 лепим. Традиционные свинина-говядина? Нет, мы стараемся свинью так практически вообще, прям только вот как... Нет, мы... Индейка у нас там, фарш идет. В общем, у нас там такой спец тоже рецепт. Мне нравится это дело, но, правда, без вина не обходится. То есть здесь, конечно, если пельмени, то обязательно вино. Это у нас рисов много. Там мы все это замораживаем сразу же. То есть у нас прям там надолго такая работа. В долгую ночь мы уходим к этому. Ну, конечно, когда вина столько еще. Нет, там не столько, но всегда нужно, потому что там невозможно, но это долго, правда, долго. Вот что еще есть с традицией? Ну, конечно же, собираться вместе в праздники, быть рядом друг с другом, радовать друг друга своим присутствием, вниманием, общением. Вот, наверное, самое большое. О чем будете просить Дедушку Мороза на этот Новый год? Ну, я Дедушку Мороза всегда прошу... Письмо пишете какое-нибудь? Отправляете в Великий Устюг? Я за все благодарю. За все благодарю. Да, я считаю, что Господь Бог это самый большой Дед Мороз. Поэтому за все Бога благодарю. И не под Новый год, а каждый день. Что все есть. И пусть так остается. Пусть будет здоровье наших близких. Счастье, благополучие. Причем я, конечно, хочу пожелать это всем нашим слушателям. Я хочу пожелать всем мира. Я хочу всем пожелать добра. Пусть это вот большое-большое такое ощущение счастья настигнет каждого. И не покидает. На следующий год какие планы музыкальные, творческие? Что хотелось бы сделать? У меня уже есть в работках две песни новых. Они лежат, они ждут своего часа. Но пока не звучит вот прям так до конца наша великолепная песня «Любовь и прямо сердцеед», они, естественно, будут ждать своего часа. Поэтому уже планы есть, но мы их все будем реализовывать чуть позже. А сейчас «Любовь и прямо сердцеед» на стихе Михаила Гуцарьева с прекрасным клипом. Пожалуйста, насладитесь этой работой. Мы уже успели. А у меня тут вопрос. Вы перемещаетесь на машине, на общественном транспорте, с водителем. Как вообще обстоят дела? Или сами за рулем? Я очень, конечно, люблю и сама за рулем, но часто приходится и с водителем, потому что нет просто возможности другой. И сейчас вы знаете, как в Москве. Ну, я не знаю, может, мы расскажем, да, тем, кто живет не в Москве. У нас проблемы большие с парковками. Поэтому все, что касается... Просто тут подсказывали нам, что вам нужно кому-то передать привет. А, точно! Я вот как бы что намекаю. Ой, большой привет полиции северо-восточного округа СВАУ. Да, северо-восточный? Да. Спасибо вам большое. Вы сегодня нас пустили. Мы вам обещали передать привет. Куда пустили? Куда пустили на эфир, да. Опаздывали? Да, мы опаздывали. Ну, у нас, в принципе, все оплачено, все хорошо, штрафов нет. Но, тем не менее, мы ехали достаточно быстро. И вот поэтому очень торопились к вам. Поэтому большое спасибо вам. Мы на месте. Все благополучно прошло, благодаря вам, в частности. Вот, оказывается, какой был секрет. Будут ли концерты? Интересуются наши радиослушатели, в частности, кто это нам прислал вопрос. Ирина, а будут ли ваши какие-то сольные выступления в Москве в ближайшее время? В ближайшее время у нас выездные мероприятия в Москве. Не могу сказать, что мы вот встретимся с ребятами, кстати, фабричными, на дне рождения Александра Киреева 2 декабря. Уж не знаю... Так, 2 декабря будет, да? Да, да, будет мероприятие. Вот именно тех поклонников, которые еще помнят нас 20 лет тому назад, какими мы были и любят песни, может быть, слушают до сих пор. Мы будем всех там ждать. Так что приходите, пожалуйста. Это что из ближайшего в Москве. И через 10 дней на Эх Разгуляй же увидимся 18 ноября на Лайф-арене. Обязательно. Еще одна сбыча мечт произойдет, моих личных. Это я спою. Так еще и Михаила Бублика можно увидеть и дуэт ему предложить. Приходите 18 ноября, если хотите увидеть Юлию Михальчика. И не только. Все это будет на Лайф-арене. Ну а мы, к сожалению, вынуждены попрощаться. Артем, Марина, огромное вам спасибо за такой прекрасный эфир. Спасибо вам, Юлия, дорогие друзья. Мы вернемся завтра в 7 утра. Артем Демин. Марина Дымова. Всем пока! Пока-пока! Звездный завтрак на Радио Шенсор.